Сегодня мы будем рассказывать про терминалы, которые вышли летом. Достаточно свежая новая информация, но все же лучше мы вам расскажем. Тем более новые терминалы, которые пользуются высокой популярностью. Я думаю, информация будет в любом случае полезна, актуальна вам. Также поговорим про новые аксессуары, которые призваны облегчить нам с вами решение для переговорных комнат. Более интересное решение делать. Тогда давайте уже две минуты, как обговаривалось, прошли. Давайте тогда начинать. Поговорим мы с вами о новой серии терминалов e-Link MeetingKai. Линейка будет представлена из трех терминалов. Это бюджетная, скажем так, начальная позиция, это MeetingKai 400 терминал, который призначен для малых переговорных комнат. Среднее решение – это MeetingKai 600 модель. Она призначена для средних переговорных комнат. И MeetingKai 800 – это модель, которая выйдет уже, к сожалению, только в 2021 году. Ее пока в наличии нет. Вот только есть совсем немножко информации о нем. 400 и 600 модели уже доступны как в продаже, так и для тестирования. На них можно также посмотреть в нашем домозале, из которого я сейчас вещаю. Линейка оборудования VKS VC остается. То есть MeetingKai – это линейка, которая не пришла на смену серии VC, а именно дополняет продуктовую линейку. Также в качестве персональных устройств у нас спикерфоны два вида, новые USB гарнитуры UH36E, которые можно подключать к компьютеру через USB интерфейсы, USB камера UVC 30 и видеотелефон VP59. Про серию VC я особо рассказывать не буду, про нее мы уже неоднократно рассказывали, поэтому давайте перейдем сразу к аксессуарам. Из новинок это появился потолочный микрофон. VCM38 называется. Они уже поступили на склад. Настольный микрофонный массив VCM34 остался. CV90 – беспроводные микрофоны. И вот еще одна новинка – это новый саундбар. Он меньшего размера, нежели первая его версия, но зато их можно в большем количестве подключать к одному терминалу Ялинка. Дальше у нас идет проводная передача контента WPP20, тоже всем хорошо известная. И появится новая сенсорная панель управления, называется CTP18. CTP18 – это сенсорная панель меньшего размера, нежели CTP20. Ну и чуть подробнее о каждом из этих решений еще поговорим. Камера дополнительная VCC22, которая может подключаться к терминалам Ялинк. Также у нас есть две USB-камеры, которые подключаются к персональным компьютерам. То есть это для построения не унифицированных, а универсальных решений. Или эта камера, эти камеры идут в комплекте с решениями Microsoft и Zoom. Также появилась новая USB-камера UVC40. Это уже на самом деле даже не камера, это массив со встроенной камерой, со встроенными микрофонами и со встроенными динамиками. И коммутационный блок у нас обновился, выходит новая позиция VCH51, которая поддерживает 4K. То есть опять же это решение идет не на смену. Это уже такой массив, видеобар так называемый, где есть и камеры, и микрофоны, и динамики. Можно подключить к компьютеру и уже сразу готовое решение. Новый коммутационный блок, который идет в некоторых комплектах поставки в базовом уже для митинга. Он предназначен 51, именно VCH51. И новый пульт, DCR20 появился, он как раз тоже идет в комплекте с новыми терминалами митинга. А также у нас есть BYOD решение. И это вот как раз-таки готовый комплект для работы с любыми системами видеоконференции связи. Подключается к компьютеру и, соответственно, запускаем нужный программный клиент. Я переключил слайд. Непосредственно поговорим о терминале митинга 600. Собственно, это точно так же видеобар. Сейчас я его поставлю, покажу вам. То есть это терминал, опять же готовый, с двумя камерами. Одна камера аналитическая, 133 градуса угол обзора. Вторая камера PTZ, которая непосредственно снимает выступающих, говорящих, ну, собственно, видео из зала, так называемая камера. Правая PTZ, не знаю, вам видно будет на камере или нет, но она имеет небольшие углы наклона и поворота. Также эти камеры уже имеют встроенную защитную крышку, ну, крышка-приватность, чтобы гарантированно за вами никто не подглядывал. Данное решение имеет у себя встроенные микрофоны, встроенные динамики по 10 ватт. То есть даже можно использовать систему, где телевизор не имеет колонок, хотя немножко странно, что, по-моему, таких телевизоров не бывает, но все же. Основная камера, которая снимает изображение, которое передается в систему видеоконференц-связи, имеет 10-кратный гибридный зум. 3,5 кратности оптика и 3 цифры, поэтому называется гибридный зум. Микрофоны встроенные, это 8 так называемых MEMS-микрофонов. На борту два динамика, расположенных с правой стороны, мощностью общей 10 ватт. И вся линейка Meeting Kaya поддерживает функцию автокадрирования и наведения на говорящего, voice tracking. На английском языке это называется. Автокадрирование позволяет, это чисто видеоаналитика, и камера тогда выделяет группу лиц, приближает картинку. Если, например, сидим втроем в переговорной комнате, она троих человек выделяет. Функция voice tracking наводится конкретно на говорящего и будет выделять в кадре только одного человека. Группу лиц уже выводиться не будет. Важно понимать, что не поддерживается функция слежения за говорящим. То есть камера не будет следить за человеком, который говорит и перемещается по залу. То есть предназначены для установки в тех залах, где... Сидят люди за разными посадочными местами, начали говорить, камера повернулась на него. Это все работает без пресетов, чисто работа встроенных микрофонов, которые определяют, где человек сидит. Встроенная поддержка Wi-Fi и Bluetooth. Встроенная поддержка Wi-Fi позволяет нам работать по умолчанию с аэроплеем из WPP20 для передачи беспроводного контента. А также появилась поддержка Miracast. Это для пользователей Android актуально. Но для его работы требуется Wi-Fi модуль WF50. Meeting Cache T-Soto имеет два HDMI-выхода и также имеет возможность к нему подключить стороннюю акустику через 3,5-мм разъемы. Коллеги, забыл вначале сказать, если у вас будут какие-то вопросы по теме, то не стесняйтесь, задавайте. Я тогда буду отвлекаться на чат после слайда и буду отвечать на ваши вопросы. Meeting Cache 400. Более маленькая даже по размеру моделька. Она у меня тоже тут есть. Сейчас я вам в кадре покажу. У нее лицевая сторона выполнена в таком другом материале, скажем так, в текстиле, то есть это не пластик. И всего одна камера цифровая с разрешением 4К. И тут уже чисто цифровой зум. Камера двигается только по своей матрице благодаря широкому углу обзора. И камера делает эффект фишай. Особенно это заметно, когда человек находится близко к камере. Тоже есть 8 встроенных микрофонов. Есть динамик. В данном случае всего один динамик. Работает всего со мной, с ЖК-панелью. То есть это такой своеобразный аналог VC200. И там встроена поддержка Wi-Fi, Bluetooth. То есть единственное отличие от 600-го – это наличие второй, отсутствие второй камеры. Невозможность работы с двумя ЖК-панелями только с одной. И менее мощный динамик. А функции автокадрирования и наведения говорящего, они тоже поддерживаются. И, кстати, эти функции никак не лицензируются. То есть эти все перечисленные функции, в том числе работа с разрешением 4К, как вывод на телевизор 4К, передача видео другим участникам 4К тоже никак дополнительно не лицензируется. И даже передача контента по 4К тоже все это уже доступно на борту сразу во время покупки. Вижу вопрос от гостя. Если, к примеру, спикер проводит какой-то тренинг и решил встать и на флипчарте что-то нарисовать, то камера его потеряет или сфокусируется, но не оперативно. Она его не потеряет, она на него сфокусируется, но с определенной задержкой. Камера ждет примерно в районе 3 секунд обычно и меняет свое изображение. Встроенные микрофоны работают где-то на дистанции 6 метров, до этого мы еще дойдем. Но также можно и стороннюю акустику, а выносные микрофоны, про которые мы говорили, и потолочные, и настольного исполнения. Но для работы наведения наговорящего используются встроенные микрофоны, потому что они там лучами работают. Ну и также видеоаналитика. Работу самого захвата звука будут воносные микрофоны использовать. Новый кодомационный блок. Это прокачанная версия VCH50. Слева вы можете на картинке увидеть. Во-первых, он меньшего размера. К сожалению, у меня его с собой нету, показать я вам его не смогу. Но есть свои нюансы в его использовании, а именно, его нельзя, его не обязательно подключать напрямую к терминалу через VCH-порт. И к нему нельзя подключить аксессуары Ялинка, которые работают через G45 разъем. Это проводные микрофонные массивы, VCM34, это конференц-телефон или сенсорная панель управления. То есть он предназначен только для работы непосредственно с контентом. И через себя ничего дополнительно не пропускает. Собственно, на схеме это отражено, что используется PUE-коммутатор, которым подключаются аксессуары Ялинка, те же самые проводные микрофонные массивы, и отдельно подключается коммутационный блок VCH51. Он предназначен для работы только с проводным контентом, Wi-Fi у него на борту нету, Wi-Fi-модуля. Поддерживает передачу контента в 4К 30 кадров или Full HD 60 кадров. Данный модуль может работать и со старыми, ну не со старыми, скажем так, а с линейкой VC, но сами те терминалы просто сами по себе не поддерживают работу с разрешением 4К, поэтому будет работать обычный Full HD 30 кадров. Имеет на себе на борту HDMI и USB Type-C интерфейсы, а также есть обычный USB 2.0, который вы видите на лицевой стороне устройства WP20, для подключения WP20, чтобы провести сопряжение с терминалом его, или для подключения USB-носителя для записи ВКС-встречи. Новая сенсорная панель CTP18 выполнена в корпусе M-Touch, устройство, которое идет в комплекте с Microsoft терминалами, то есть это сенсорная панель управления. Выполняет те же самые задачи, что и CTP20, просто выполнена в более маленьком корпусе. Тоже она без аккумулятора, то есть работает по ПОЯ. Имеет встроенный Wi-Fi Bluetooth, Wi-Fi для того, чтобы напрямую с терминалом не соединяться, а для его работы можно просто запитать от ПОЯ и по Wi-Fi соединиться с терминалом. Все тоже возможности, что имел CTP20, заложено и в эту сенсорную панель. Подолочный микрофон V738 – это массив из 8 микрофонов, который образует луч 120 градусов, ну то есть охватывает 120 градусов. Слева на картинке можете посмотреть графически, как это делается. Рекомендуется его восстанавливать на высоте примерно 2,5 метра, и к одному терминалу Ялинка, любому, что серии VC, что серии Meeting Kai, можно их подключить до 8 штук. Микрофон имеет только один интерфейс всего вообще, это RG45. Они у меня, он, точнее, микрофон у меня есть в руках, то есть вот он такого небольшого размера, нога у него откручивается, и здесь только есть RG45 интерфейс. Надеюсь, вам будет видно на картинке. Также у него в комплекте идет телескопическая, как бы это назвать, ну, культурная нога, которая позволяет его закрепить как раз-таки на потолке и выставить длину, которая ему необходима. Все это закручивается, крепится на два, условно, самореза, и можно, соответственно, длину увеличить практически в два раза. Также вот здесь не видно, но вот здесь вот в серединке есть, как сказать, LED-индикаторы, на картинке это лучше видно, который горит красным, если включен Mute зеленым, если микрофон активен, и, соответственно, звук закватывается желтый, значит, он не присоединен к терминалу, но питание есть. Вижу вопрос, опять же, есть от гостя. Я верно понимаю, что CTP-18 будет работать как MVC терминалами, так и с VC. Нет, CTP-18 будет работать как только, точнее, с терминалами серии VC и MeetingKai. Работать с MVC он не сможет. У MVC комплектов есть свое решение, которое называется M-Touch. Просто корпус у них будет близок. Соответственно, чтобы все 8 микрофонов иметь возможность подключить к терминалу, нам в любом случае получится необходимо использовать OE-коммутаторы, потому что сквозного подключения у нас невозможно сделать. Soundbar MS-Speaker 2. Это, так скажем, вторая версия MS-Speaker, который производит E-Link. Он меньше, менее мощный своего, скажем так, старшего брата MS-Speaker. У него всего 2 динамика по 5 Вт, то есть он всего, у него выходная мощность по звуку 10 Вт. Частотный диапазон перед вами. И их, то есть главное преимущество по сравнению с первой версией, что их можно подключить до 4 штук к одному терминалу. Питается он по пое, можно также его подключить независимо, то есть от сети 220 Вольт. И есть у него 3,5-мм line-in. Также у него на борту есть Bluetooth, который, к сожалению, пока еще не работает. Поэтому к терминалу он подключается, опять же, через RG45, и их можно до 4 штук. То есть можно по разным сторонам повесить, например, на ту же стену, через определенное расстояние по залу распределить, и звук будет как бы эффект со всех сторон. Он у меня тоже есть. Вот он такого размера, выполнен визуально в стилистике E-Mitting-Kai. Такой серый металлический корпус, крепление на стену и разъемы, которые доступны. Что у E-Mitting-Kai, что и у всех E-Mitting-Kai, у них, наверное, не показал, интерфейсы находятся с обратной стороны, с правым нижним углом, если смотреть на него сзади. Если спереди смотреть, то в левом нижнем углу. То есть все кабели будут заводиться непосредственно в эту сторону. Угу, наверное, будет учиться при установке данного решения. Мы, плавно, дошли до BYOD-решения. Есть такое устройство, называется BYOD-бокс. Оно используется для того, чтобы можно было создать, во-первых, универсальное решение, которое состоит, напоминаю, из UVC 30-й камеры и спикерфона CP900-го. Так как это все перечисленное мной, эти два устройства подключаются по разъему USB, поэтому у терминала есть два USB 3.0 тип А разъема, к которым будут подключаться эти аксессуары. Также есть HDMI-выход для того, чтобы можно было вывести изображение на телевизор, который будет находиться в переговорной комнате. Весь этот блок мы будем подключать к компьютеру через один кабель. Вот здесь он на рисунке представлен. Он по длине полтора метра. Вот он у меня в руках. То есть сама в себе коробочка не очень большая с USB интерфейсами. На конце кабеля есть переходник с разъема USB Type-C на обычный USB Type-A 3.0 версии. И что еще удобно, это то, что можно блок питания подключить к BYD-бокс и питать компьютер, который к нему подключается через Type-C разъем. То есть, как это называется, из головы вылетели, вылетело. В общем, он пропускает через себя питание, скажем так. То есть компьютеры, которые поддерживают эту технологию зарядки через USB Type-C, будут заряжаться от этой коробки. Да, спасибо, подсказал гость. Power Delivery. Позиционирование. Собственно, как E-Link позиционирует новую линейку. Минтинг Ай-400 для малых переговорных. И его конкурирует, скажем так, это с 200 и 500 терминалом. По цене он как раз и так на самом деле и расположен. 400 терминал, он по стоимости между 200 и 500. 600-й между средними и малыми переговорными комнатами конкурирует с тем же 500 и 800. Но по цене на самом деле он близок к 500-му в зависимости от комплектации. Про комплектацию сегодня говорить не будем. У нас уже цены с розничными доступны на нашем сайте. Там есть различные комплектации. Вы с ними можете ознакомиться на сайте IP-Матика. В принципе, что есть преимущество у 500-го, но 400-м, так и есть ряд функций, которые позволяют 400-му выглядеть более интересно, нежели 500-й. Митинг Кай 800-й будет конкурировать с VC-800 и VC-880-м. Но по нему информации пока крайне мало. Мы отдельно проведем вебинар. Давайте сравним непосредственно Митинг Кай 400 и Ялинк VC-200. Раньше мы уже использовали термин «решение все в одном», говоря о терминалах Ялинка, то, что у них камера и кодек выполнен в едином корпусе. Но теперь как бы уже так говорить о 200-м, 500-м и 800-м не получается, потому что у них, получается, нет динамика как минимум. Поэтому с 400-м и 600-м более удобно, что достаточно купить только его. Используем ЖК-панель, средства вывода изображения, и все. У нас уже готовый комплект для работы точно, потому что есть встроенные микрофоны, есть встроенный динамик, камера есть, все уже готово к работе. У 400-м поддерживает работу 4К-разрешением и Full HD 60 кадром, что 200-м не может обеспечить. Более хорошая оптика, как минимум в угле обзора и в количестве мегапикселей, доступных нам. Зум у них одинаковый, 4-кратный цифровой. У 400-го есть встроенная защитная крышка, ну или там шторка, которая автоматически работает по активации. У 200-го есть только, ну условно, механическая, так назовем, с ручным приводом, да, что мы наклонили крышку, и она закрыла обзор. Подняли ее, и мы видим картинку. Количество микрофонов больше, у 200-го всего 6 встроенных, у нас 8. Нету у 200-го динамика, у 400-го он есть. ЖК-панельми они работают в одинаковом количестве. У обоих есть встроенный Wi-Fi, который позволяет работать за LPP-20 и с Airplane, но у 400-го есть поддержка Miracast. И в отличие от 200-го, 400-го, опять же, наведение на говорящего обеспечивает. Есть одно преимущество у 200-го, с чего нету у 400-го, это наличие 3,5-мм выходного интерфейса. То есть 400-го по умолчанию нельзя его никак использовать со сторонней акустикой. Ну, имеется в виду не телевизор, а какие-то колонки. Сравним 600-ю модель с 500-й. Опять же, у 500-го даже нету встроенных микрофонов, поэтому он использует всегда внешнюю акустику. Это беспроводные, проводные микрофоны, конференция телефон. Может, уже в Full HD 60 кадров, но в 4К он не поддерживает. У нас, хоть мы уступаем немножко в дальности оптического зума, но у нас все-таки 10-кратный цифровой зум, еще и две камеры помимо одной, которая доступна 500-му. У 500-го тоже есть обычная крышка. Сейчас комплекты, которые уже поставляются с конца лета, они уже в комплекте имеют в себя защитную крышку. Что 200-е, 500-е, 800-е терминалы, они уже имеют защитную крышку в комплекте. Ну, приватную шторку, скажем так. У нас есть динамики встроенные, или мы можем звук выводить на ЖК-панель. В зависимости от комплектации 500-го звук выводится либо на телевизор, либо на конференц-телефон. Либо мы можем использовать MS-спикер второй версии. Точно такая же ситуация с Miracast-ом, поддерживает только 600-й терминал. А чтобы работал WPP-20 AirPlay, мы используем WF-50. 500-й терминал не поддерживает ни автокадрирование, ни наведение на говорящего. Единственная возможность у нас – это использовать пресеты и вручную их включать через пульт ДУ. Разъемы. Здесь уже преимущество по разъемам у 600-го. Есть 3,5-мм аудио входы и выходы, а у 500-го их нет. Собственно, решение все в одном. Еще раз акцентирую внимание. Кодек, микрофоны, камера, динамик, встроенные модули Wi-Fi и Bluetooth. Все уже доступно на борту и активировано, готово к работе. Микрофоны находятся с верхней стороны, расположены симметрично по 4 штуки, и заявлена полная поддержка так называемых full-duplex вызовов. То есть не должно мешать, если, например, несколько человек, то есть вы начинаете говорить, и участник с удовольствием тоже начинает говорить, у вас не будет прерываний. И рабочая дистанция микрофонов – 6 метров. Еще раз хотел отметить, что благодаря встроенным микрофонам идет как раз реализация функции наведения на говорящего. Если мы используем выносные микрофоны, проводные, настольные V734, либо V738, непосредственно звук будет захватываться с них, а встроенные микрофоны будут работать чисто для определения говорящего, если мы эту функцию активируем. Подключение очень простое. POE терминалы не поддерживают, поэтому питаются они от сети 220 вольт. Нам нужно подать на них интернет, поэтому задействуем еще UG45 и HDMI, соответственно, чтобы выводить изображение. И у нас комплект готов к работе. Похожая система подключения используется EVC200. Он вообще, кстати, может присоединиться всего в два кабеля, потому что работает POE. И три способа установки. Ввиду того, что используется новый корпус, это как видеобары, они уже по умолчанию крепиться на телевизор не умеют. По умолчанию они устанавливаются либо на ровную поверхность, стол, тумбочку, либо подставку на мобильной стойке, например, как показано слева. Для этого в комплекте идут две силиконовые прокладки, чтобы терминал жестче устанавливался и от легкого касания, например, он бы не свалился или не сместился. А также в комплекте идет L-брекет. Это крепление, которое позволяет его установить на стену. Также я его с собой взял. Сейчас я его из пакетика достану. То есть вот такое вот решение позволяет установить терминал на стену жестко и выставить угол наклона, куда он будет смотреть. Там чуть ниже, чуть выше. Это все регулируется. Также регулируется благодаря продолговатым отверстиям. Можно выставить, насколько будет сильно выступать терминал. Его можно поближе к стене либо чуть-чуть вытащить из стены, чтобы, например, ему нижняя грань телевизора не мешала. То есть как раз-таки по умолчанию это крепление на стену заложено. Также в будущем появится кронштейн, который позволит ему закрепить над телевизором. Вообще, на самом деле, есть тренд, который как раз-таки решение для видеобаров, что более удобное использование как раз-таки под телевизором, потому что камера будет находиться на уровне глаз сидящих за столом. И не будет такого эффекта, что вы говорите, что удаленные участники видят как бы вас сверху вниз и смотрят словно на вашу макушку. Но тут тоже есть свои ограничения, что в этом случае не нужно на столе стол загромождать какими-то флагами, не знаю, книжками или чем-то еще бутылками с водой, потому что они будут сильнее попадать в кадр. Также в новых терминалах, ну как в новых, в линейке Meeting.ai новый интерфейс графический, который будет отображаться при подключении. Он перед вами, он тоже русифицирован и на самом деле выглядит так более, как по моему мнению, более презентабельно, нежели предыдущие решения на терминалах VC. Относительно недавно вышло новое программное обеспечение для всей линейки и Meeting.ai и серии VC. И все они приведены к единому стилю. Вот такому вот. Что не может не радовать, как по мне. Гораздо симпатичнее смотрится. Характеристики камеры, которые используются в 400-й модели. Во-первых, там 20 мегапикселей. И Eolink гордится той матрицей, которую они установили. И даже вот приводят, что это такая же матрица используется в фотоаппарате Sony RX100 M7. Но, как бы это сказать, что так же, как могли заметить на экране, то есть так же исправляются искажения, которые могут находиться в кадре. Но, честно могу сказать, что картинка приятная. Мы себя тут тестировали. И терминал Meeting.ai, и его USB-версию. Про нее я чуть подробнее попозже расскажу. Очень приятная картинка в плане качества. Все-таки 4К есть преимущество по сравнению с Full HD. Все в 4К. Это новое, что поддерживает линейку Meeting.ai и выделяет ее по сравнению с серией VC. Здесь вот снизу приведено, что 4К 30 кадров занимает от 2 мегабит, используя кодек 265. Если использовать 264, то полоса, конечно, будет в два раза больше, то есть 4 мегабита. И важно понимать, что это всего один поток. То есть это не передача и обмен всего 2 мегабита, а это только передача самого видеосигнала в одну сторону. Соответственно, если вы разговариваете точка-точка по 265, то общая полоса пропускания будет 4 мегабита, а если используется 264-й кодек, то будут все 8 мегабит. Поэтому нужно будет эта серьезная нагрузка на полосу пропускания, особенно если это пользователь, который подключается удаленно. Не из локальной сети, я имею в виду, а из сети интернет. Разрешение 4К и также 60 кадров в секунду, они по умолчанию отключены в терминалах, и их нужно вручную активировать в веб-интерфейсе. 400 и 600 модели поддерживают наведение наговорящего, но в 600-м это реализовано лучше, потому что в наличии есть моторизированная камера, и нету такого эффекта фишай, потому что у 400-го там оптика 133 градуса, угол обзора, и появляются небольшие, скажем, из-за фишая искажения картинки, когда пользователь либо близко сидит, либо где-то в стороне, там картинка начинает, ну так, не знаю, честно говоря, как это объяснить, я думаю, кто видел фишай, в принципе, понимают, о чем я говорю. ПТЗ-камера, которая в 600-м используется, она имеет 90 градусов, как угол обзора, как у 500-го модели, поэтому картинка со соотношением у себя идеальная, и никаких артефактов нету. Поддерживается распознавание лиц, обнаружение человека, камера наводится на вошедшего в кадр, чтобы акцетировать на нем внимание, если необходимо. И мы дошли до USB-режима. На самом деле, есть у нас еще в наличии камера UVC40, это как митинг А400, точно в таком же корпусе, но чисто USB-решение. Корпус у них идентичный, тоже есть микрофоны, динамики, защитная шторка, все доступно, но другие интерфейсы, то есть здесь уже интерфейс USB 3.0 идет уже в комплекте с терминалом E-Link серии MVC, потому что есть у нас MVC400. Также можно и отдельно приобрести данный микрофонный массив. Также в конце, скорее всего, уже в первом квартале 2021 года выйдет новое программное обеспечение, которое позволит терминалам митинга 400 и 600 работать в USB-решении. То есть мы сможем на базе этих двух терминалов делать универсальные решения. По умолчанию они работают по протоколам SIP H323, но когда у нас доступна будет данная версия О, то мы также при необходимости эти комплекты можем использовать для собраний в Zoom, Teams, Skype, Skype for Business, WhatsApp, любых приложений, которые можно установить на персональном компьютере. данное решение будет подключаться не по USB-кабелю, а будет подключаться либо через WPP-20 или через VCH-51. Это стоит учитывать. Мы об этом еще поговорим, когда непосредственно эта версия ПО выйдет. И я думаю, мы даже, наверное, вебинар проведем через эти камеры, с функцией той же самой демонстрации наведения на говорящего. Я думаю, это будет интересно посмотреть в таком исполнении. Также хотел еще, я не рассказал, а хотел бы новые пульты. Я вначале про них рассказывал. Так выглядит старый пульт, который используется в терминалах серии VC. Вот новый пульт, который кладется в серию Meeting Kaya. Собственно, он, как вы можете заметить, гораздо меньше. По размерам у него гораздо меньше кнопок. Он чем-то напоминает визуально пульты, которые сейчас используются в, скажем так, домашних телевизорах. Небольшого размера, такой минималистичный. Есть кнопка активации камеры, при нажатии на которую открываются шторки у камер Meeting Kaya, когда они находятся в режиме ожидания. Также центральная кнопка это не только кнопка, но и скролл, как у мышки, который можно крутить, и он управляет зумом. И нету кнопок, то есть нету кнопок номера набирателя от слова совсем. То есть единственная возможность набора это будет активировать на терминале виртуальную клавиатуру, которая тоже всегда доступна, и уже используя стрелки на пульте, набрать либо номер, либо какую-то ссылку, доменное имя. Соответственно, есть как свои плюсы, так и условно и минусы. То есть получается, через данный пульт нельзя будет быстро активировать пресеты, которые можно настроить, но активировать их нельзя. Пульты, они как сказать, обратно совместимы, то есть новый пульт можно не только с митинга использовать, но и с серией VC. Тогда и наоборот, то есть и старый пульт VCR10 можно использовать с митинга. Вот, собственно, на самом деле это все, что я хотел рассказать. Мы уложились примерно за 40 минут. Если у вас есть какие-то вопросы, я готов на них ответить. Данные терминалы у нас есть в ограниченном количестве в виде демокомплектов, но на них сейчас уже большая очередь. Если на них хотите посмотреть, то можно записаться на посещение в демозал. Они у нас расположены и 400-я модель, и 600-я модель. Если физически присутствовать не получится, мы можем, например, организовать сеанс видеоконференц связи и подключиться к данному сеансу через эти два терминала, хотя бы таким образом продемонстрировать их работу. Гость спрашивал про нет цифрового блока, но я понимаю, что имел в виду про пульт и как раз цифровой номеронабиратель. Да, его, к сожалению, нету на пульте VCR20. Вижу вопрос, спрашивает гость. USB-режим это очень интересно, так как крайне много запросов на универсальное решение, полностью согласен, сейчас оливийная доля, люди хотят именно универсального решения. Когда поточнее будет выход этой версии по? По информации от производителя это будет в четвертом квартале. Четвертый квартал у нас осталось условно полтора месяца. Возможно, за это время выйдет какая-нибудь тестовая версия, но точно стоит говорить о какой-то коммерческой и даже не коммерческой, работоспособной официальной версии, она явно только не раньше первого квартала будет. Сейчас в качестве универсального решения мы можем предложить комплект тот же самый, про который я говорил и представлен на этом слайде. Это BYOD Bring Your Own Device решение. То есть здесь конкретно представлен Huddle Room, то есть это совсем небольшие переговорные комнаты, где-то на 4-х человек. Соответственно, если требуются большие помещения, то тут либо уже закладывать 400-е, UVC-40 видеобар, но опять же, он все равно рассчитан на небольшое количество, небольшое помещение, все-таки где-то маленькое, ну максимум где-то на 5, найденный человек, из-за ее, во-первых, камеры, все-таки цифровой зум. Для средних переговорных комнат ждем, когда выйдет версия ПО для 600-го модели, потому что его туда уже будет правильнее устанавливать, опять же, благодаря в основном именно своей камере, потому что микрофоны, что к тому, что к этому, можно подключать V734, CW90, можно будет. Гость спрашивает, если делать сравнение по микрофонам у 200-го и 400-го, ощущается как новый уровень по захвату голоса или особо нет? 400-го и 600-го получше, тем более есть предпосылки, что качество звука будет современным с новыми версиями ПО, он будет, как показывает практика, улучшаться производителем, обновляет алгоритмы работы со звуком. Но если мы говорим о какой-то средней переговорной комнате или малой, мы все так же, как и с 200-м предлагаем все-таки выносные настольные решения в виде правоного или бесправоного исполнения, то есть это V734 либо CW90. По качеству голоса настольные решения гораздо лучше, нежели встроенные микрофоны у саундбара. Но тут больше, скажем так, влияет на самом деле не то, что там микрофоны плохие, а из-за того, что, во-первых, дистанция другая, и настольные микрофоны лежат ближе к человеку, к источнику звука, назовем его так, нежели микрофоны, которые находятся под телевизором, которые встроены в видеобар. В основном именно это сказывается, тем более еще, как показывает практика, люди могут говорить совершенно в разные стороны и могут говорить вообще совершенно в другом направлении, где не находится видеобар. А все-таки микрофон, который находится рядом с человеком, будет лучше захватывать его голос. В базовых комплектах 400-го и 600-го можете зайти на наш сайт, опять же, посмотреть, какие базовые комплекты есть, микрофонов дополнительных не закладывается, их надо будет условно еще одну позицию добавлять, как минимум. Вижу вопрос от гостя, 960-й с новой линейкой никак не дружат. Да нет, он должен дружить, честно говоря, сами мы не проверяли, но 960-й должен поддерживать работу с митингой 600-м и с 400-м. Просто его сейчас нету на самом деле в базовых комплектах и BC-решениях все-таки используются либо выносные проводные микрофоны, либо беспроводные, но скажем так, тут обратной совместимости есть. 960-й должен работать с митингой 400-м и 600-м. Еще также очень ждем митинг 800-й, который, как можете заметить на картинке, уже не моноблочный и не решение все в одном, а это, скажем так, очень похоже на решение VC-880, но мы ждем информации о нем, что это себя будет представлять, даже есть предположение, что он скорее всего будет даже в стоечном варианте, то, чего не хватало у VC-880, потому что он только на полочку может устанавливаться, ну, либо поверх какого-то устройства. Опять же, сейчас пока не хочу загадывать, ждем информации от вендора, предположу, что вопросов закончились, в любом случае, если есть вопросы, вы можете их написать на почту presale собака epimatica.ru я сейчас ее продублирую в чате. Также напоминаю, что вы можете записаться на посещение домозала, во время карантина он у нас все-таки работает, просто не забывайте про средства индивидуальной защиты, маски, перчатки, а также о возможности общения через ВКС. Тогда, наверное, завершаем. Всех был рад вас видеть, кто присутствовал на вебинаре. Спасибо вам, до скорых встреч! До новых встреч!